Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Весы. 23 сентября-22 октября. В этот период проявите заботу о почках, яичниках, поясничном отделе позвоночника. 23 сентября, день Петра и Павла Рябинника. В православной церкви сегодня почитают память святителей Павла и Петра, епископов Никейских. Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления нечестивого царя Льва и Саверянина, который боролся против почитания ликов святых на иконах. Святой Петр защищал православную веру против иконоборцев, из-за чего погиб мученической смертью. Павел проповедовал на территории Никеи, о его жизни не сохранилось никаких сведений. С этого дня рябина становилась сладкой, поэтому на Петра Павла Рябинника было принято срывать рябину и вешать ее грозья над крышами дому. Наши предки вели, что это поможет им защититься от темных сил, избавить себя и домашних животных от наветных болезней. Например, был вот такой способ борьбы с бессонницей. Брали ветку рябины и очерчивали ее вокруг себя круг. Теперь темная сила не мешала сну. Обычно всю рябину не срывали, оставляли ягоды и для зимующих птиц. Из рябины в старину готовили очень вкусный и полезный квас. Именно к сегодняшнему дню рябина становилась самой вкусной. И все дело в том, что ночные заморозки способствовали тому, что ягоды рябины приобретали засахаренный вкус. Из этих ягод готовили всевозможные лечебные наливки и настойки, поскольку знали, что рябина обладает противовоспалительными и иными полезными свойствами. Для приготовления водочных наливок ягоды рябины тщательно перебирали, засыпали в бутыли, заливали водкой и ставили в темное место на 2-3 месяца. Обязательно встряхивали бутыль каждые 3-4 дня. Приметы. Если сегодня много рябины, это к дождливой осени. Если мало, будет сухая осень. Когда вы проращиваете много пшеницы, иногда бывает так, что она здесь начинает уже корнями сплетаться. Поэтому, чтобы это не происходило, вы ее периодически перемешиваете. А именно, пересыпаете в другую посуду и разрыхляете, чтобы она корнями не сплеталась. После того, как вы ее разрыхлили, перекладываете опять в эту же посуду. Можно ее предварительно помыть, чтобы она у вас была чистенькая. А то бывает, смотрите, образуется у нас такая юшечка, где она может бродить и портиться. Поэтому, своевременно устраняем все ненужное, чтобы все было чистенько. И опять своими ручками перекладываем, лишнее тут выбрасываем. Переложили. Если так делать регулярно, то у вас пшеничка, которая прорастила, видите, сразу много. Ее хватит у вас надолго. И она не потеряет своих целебных качеств. А наоборот, еще больше их приобретет. И опять поставим ее в холодильник до следующего использования. Можно будет сделать котлетки. Кстати, котлетки великолепная вещь. Чем меньше еще помол, тем более вкусными они становятся. Итак, мы с вами заканчиваем процесс приготовления нашего завтрака. Итак, у нас с вами получился завтрак на основе проросшей пшеницы с добавлением клюквы. В итоге вкус должен измениться, что немаловажно, потому что целебная кулинария должна, помимо пользы, большой пользы и исцеления от болезней, еще быть очень вкусной. Итак, наливаем. Смотрите, какой напиток у нас получается. О, красота! Некоторые любят, чтобы гуще было, другие любят, чтобы не так густо было, а пожиже было. Поэтому консистенцию подбирайте. И первая проба, добавлять ли сюда меда или нет. Потому что, если мы это будем использовать для укрепления здоровья наших деток, они любят сладенько. Надо будет медка подбавить. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового, или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости, с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. 25 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!